Итак, товарищи, работа Иосифа Ивановича Сталина «Национальный вопрос и ленинизм». Эта работа была написана им в 1929 году. Почему? Как бы причина возникновения такой работы, вы знаете, что мы с вами рассматривали, что к национальному вопросу Иосиф Иванович обратился еще впервые до революции. Еще в 1913 году им была написана работа «Марксизм. Национальный вопрос», которая очень серьезный отклик имела уже тогда и до сих пор еще имеет актуальное значение. Мы ее с вами рассматривали на нашем кружке. Ну и вот возникло и в 1929 году оказывается, что вопрос национальный до сих пор не всем ясен. И как говорит здесь в своей статье Иосиф Иванович, что он отвечает товарищам, которые задают ему вопросы по национальному вопросу и как относится партия и тогда уже советское государство к этому вопросу. И разъясняет те вопросы, которые были непонятны товарищам, которые задавали эти вопросы. И состоит эта работа из нескольких глав. И вот то, что сейчас для нас с вами актуально, полезно, я сделал небольшие выборки и хочу до вас довести. Итак, первая глава названа Иосиф Ивановичем так. Понятие «нация». И начинает он так ее. Русские марксисты давно уже имеют свою теорию нации. По этой теории нация есть исторически сложившаяся, устойчивая общность людей, возникшая на базе общности четырех основных признаков. Об этих четырех признаках он говорил и в работе в 1913 году. Марксизм и национальный вопрос. Какие это признаки? А именно, на базе общности языка, общности территории, общности экономической жизни и общности психического склада, проявляющегося в общности специфических особенностей национальной культуры. Как известно, эта теория получила в нашей стране общее признание. Вот так он говорит в первой главе, что такое понятие «нация». И далее он разъясняет ошибочные взгляды тех некоторых товарищей на понятие «нация». Но мы на этом не будем останавливаться. А мы рассмотрим те основные положения, которые нам помогают рассмотреть, как должны относиться коммунисты и относятся к национальному вопросу. То есть к существованию наций и взаимоотношений между ними. Итак, вторая глава в этой работе, а заглавлено, стали он так «Возникновение и развитие наций», назвал ее. Здесь он говорит, разные бывают нации на свете. Есть нации, развившиеся в эпоху подымающегося капитализма, когда буржуазия, разрушая феодализм и феодальную раздробленность, создавала нацию и цементировала ее. Это так называемые современные нации. Не было и не могло быть наций в период докапиталистический, так как не было еще национальных рынков, не было еще ни экономических, ни культурных национальных центров, не было, стало быть, тех факторов, которые ликвидируют хозяйственную раздробленность данного народа и стягивают разобщенные до сели части этого народа в одно национальное целое. То есть, Иосиф Сирионович разъясняет, что в одно национальное целое народы, которые были с собой связаны по этим четырем признакам, они возникли только как общность с возникновением и развитием капитализма. И говорит далее, что, конечно, элементы нации, такие как язык, территория, культурная общность и так далее, все с неба не упали, а создавались из-под воль еще в период докапиталистический. Но эти элементы находились в зачаточном состоянии и в лучшем случае представляли лишь потенцию в смысле возможности образования нации в будущем при известных благоприятных условиях. Потенция превратилась в действительность лишь в период подымающегося капитализма с его национальным рынком, с его экономическими и культурными центрами. Вот как, по мнению Сталина, возникли и в каких условиях возникли нации. Далее он говорит, так обстоит дело с возникновением так называемых современных наций. Буржуазия и ее националистические партии были и остаются в этот период главной руководящей силой таких наций. Классовый мир внутри нации ради единства нации, расширение территории своей нации путем захвата чужих национальных территорий, недоверие и ненависть к чужим нациям, подавление национальных меньшинств, единый фронт с империализмом, таков идейный и социально-политический багаж этих наций. То есть возникшие нации при капитализме обладали вот такими свойствами. И такие нации, говорит Иосиф Истрионович, следует квалифицировать как буржуазные нации. Таковы, например, французская, английская, итальянская, североамериканская и другие подобные им нации. Такими же буржуазными нациями были русская, украинская, татарская, армянская и другие нации в России до утверждения диктатуры бультериата и советского строя в нашей стране. Понятно, что судьба таких наций тесно связана с судьбой капитализма, что с падением капитализма должны сойти со сцены такие нации. То есть те нации, которые возникли в буржуазии, которым были присущи какие-то качества, свойства, которые Сталин сказал, они, значит, и при советской власти эти нации, которые уже стали, уже не буржуазными при диктатуре бультериата, они, значит, тесно связаны с судьбой, с капитализмом, из которого они вышли. И вот именно так обстоит дело с буржуазными нациями, считает Сталин. Но он тут же говорит, есть на свете и другие нации. Это новые советские нации, развившиеся и оформившиеся на базе старых буржуазных наций после свержения капитализма в России, после ликвидации буржуазии и ее националистических партий, после утверждения советского строя. Рабочий класс и его интернационалистическая партия являются той силой, которая скрепляет эти новые нации и руководит ими. Союз рабочего класса и трудового крестьянства внутри нации для ликвидации остатков капитализма во имя победоносного строительства социализма, уничтожение остатков национального гнета во имя равноправия и свободного развития наций и национальных меньшинств, уничтожение остатков национализма во имя установления дружбы между народами и утверждениями интернационализма, единый фронт со всеми угнетенными и неполноправными нациями в борьбе против политики захватов и захватнических войн, в борьбе против империализма, таков духовный и социально-политический облик этих наций. То есть, с восстановлением диктатуры пронятриата в нашей стране, естественно, в бывшем Советском Союзе на тот период, когда была написана эта работа, что нации в этой стране получили совершенно другие свойства, потому что необходимо было решать вопрос интернациональной дружбы между теми нациями, которые вышли из буржуазии и пришли к Советскому Союзу. И такие нации, считает Иосиф Виссарионович, уже следует квалифицировать как социалистические нации. Вот что он по этому поводу сказал. Далее Иосиф Виссарионович от такого исторического обзора переходит к вопросу о будущности наций. И третья глава в этой работе у него так и названа «Будущность наций и национальных языков». Ему особенно обращается, как видите, внимание на языки. И, в частности, говорит в этой главе, что победа социализма в одной стране, несмотря на то, что она серьезно ослабляет мировой империализм, все же не создает и не может создать условий, необходимых для слияния наций и национальных языков мира в одно общее целое. То есть, все равно языки остаются и нации остаются. Период победы социализма во всемирном масштабе тем прежде всего и отличается от периода победы социализма в одной стране, что он ликвидирует империализм во всех странах. То есть, если когда социализм победит во всем мире, то будет ликвидирован, конечно, империализм во всех странах. Он этот период уничтожает как стремление к покорению других наций, так и страх перед угрозой национального порабощения. Подрывает в корне национальное недоверие и национальную вражду. Объединяет нации в единой системе мирового социалистического хозяйства. И создает таким образом реальные условия, необходимые для постепенного слияния всех наций в одно целое. То есть, с победой социализма во всем мире будет, как здесь говорит Иосиф Истреонович, что будет происходить по мере развития объединения наций и будут создаваться условия, необходимые для постепенного слияния всех наций. Далее он в этой же главе обращается к Владимиру Ильичу по этому вопросу. И говорит, перейдем к тезисам Ленина об отмирании и слиянии наций после победы социализма в мировом масштабе. Вот один из тезисов Ленина, взятых из его статьи «Социалистическая революция и право наций на самоопределение», изданный в 1916 году. И такую приводит выдержку из этой работы. Целью социализма является не только уничтожение раздробленности человечества на мелкие государства и всякой обособленности наций, не только сближение наций, но и слияние их. Подобно тому, как человечество может прийти к уничтожению классов лишь через переходный период диктатуры угнетенного класса, то есть диктатуру пролетариата, подобно этому и к неизбежному слиянию наций человечество может прийти лишь через переходный период полного освобождения всех угнетенных наций, в том числе через свободу их отделения. Вот такую выдержку из работы Владимира Ленина он приводит здесь. Ну, я думаю, здесь понятно. Далее, и еще один тезис приводит. Уже из другой работы приводит Иосиф Иосиф Иосифович, из другой работы Владимира Ильича Ленина. Он приводит такой тезис. Пока существуют национальные и государственные различия между народами и странами, а эти различия будут держаться еще очень и очень долго, даже после осуществления диктатуры пролетариата во всемирном масштабе, единство интернациональной тактики коммунистического рабочего движения всех стран требует не устранения разнообразия, не уничтожения национальных различий, это вздорная мечта для настоящего момента, а такого применения основных принципов коммунизма, то есть советской власти и диктатуры пролетариата, которая правильно видоизменяла бы эти принципы в частностях, правильно приспособляла, применяла их к национальным и национально-государственным различиям. То есть требуется, в смысле какой приводит здесь Владимира Ильича, что как бы не устранением разнообразия наций нужно заниматься, а как бы приспособлять одну нацию другую, то есть как бы стремиться продолжать к слиянию этих наций, чтобы их интересы как можно больше и быстрее сливались. То есть к интернационализму призывает и здесь Владимир Ильич. Это выдержка Сталина взятой из работы детской болезни в коммунизм. Далее Сталин говорит, было бы неправильно думать, что уничтожение национальных различий и отмирание национальных языков произойдет сразу же после поражения мирового империализма одним ударом в порядке, так сказать, декретирования сверху. Нет ничего ошибочнее такого взгляда. Пытаться произвести слияние наций путем декретирования сверху, путем принуждения, означало бы сыграть на руку империалистам, загубить дело освобождения наций, похоронить дело организации и братства наций. Такая политика была бы равносильна политике насильственной ассимиляции. То есть для диктатуры пролетариата никакого насилия над нациями не должно быть. В этом заключается, видимо, мысль здесь Иосифа Виссарионовича. Далее он также говорит, что было бы ошибочно думать, что первый этап периода всемирной диктатуры пролетариата будет началом отмирания наций и национальных языков, началом складывания единого общего языка. Наоборот, первый этап, в течение которого будет окончательно ликвидирован национальный гнет, будет этапом роста и расцвета ранее угнетенных наций и национальных языков, этапом утверждения равноправия наций, этапом ликвидации взаимного национального недоверия, этапом налаживания и укрепления интернациональных связей между нациями. То есть на первом этапе диктатуры пролетариата в мировом масштабе это как бы укрепление союза наций, укрепление их расцвета и укрепление интернациональных связей. И только на втором этапе, говорит Сталин, периода всемирной диктатуры пролетариата, по мере того, как будет складываться единое мировое социалистическое хозяйство вместо мирового капиталистического хозяйства, только на этом этапе начнет складываться нечто вроде общего языка. Ибо только на этом этапе почувствует нации необходимость иметь наряду со своими национальными языками один общий межнациональный язык для удобства сношений и удобства экономического, культурного и политического сотрудничества. Стало быть, на этом этапе национальные языки и общий межнациональный язык будут существовать параллельно, то есть по мере сближения наций будет создаваться общий язык для сношения, ну и будут существовать языки параллельно, межнациональный язык и национальные языки. И на следующем, видимо третьем, надо полагать, этапе периода всемирной диктатуры, когда мировая социалистическая система хозяйства окрепнет в достаточной степени, и социализм войдет в быт народов, когда нации убедятся на практике в преимуществах общего языка перед национальными языками, национальные различия и языки начнут отмирать, уступая место общему для всех мировому языку. Вот что по третьей главе хотел бы довести до вас из работы Сталина. Ну и четвертая глава, заключительная в этой работе, названа Сталином так. Политика партии по национальному вопросу. То есть, как относится партия к национальному вопросу, коммунистическое. По этому поводу сказано, русские марксисты всегда исходили из того положения, что национальный вопрос есть часть общего вопроса о развитии революции, что на различных этапах революции национальный вопрос имеет различные задачи, соответствующие характеру революции в каждый данный исторический момент, что сообразно с этим меняется и политика партии в национальном вопросе. То есть, что получается, что национальный вопрос – это часть революции. То есть, только путем революции можно перейти к социализму, от капитализма. И далее. Сталин говорит, в период Первой мировой войны, когда история выдвинула буржуазно-демократическую революцию в России, помните, начало 1917 года, как задачу момента, русские марксисты связывали решение национального вопроса с судьбой демократического переворота в России. Наша партия считала, что свержение царизма, ликвидация остатков феодализма и полная демократизация страны являются лучшим решением национального вопроса, возможным в рамках капитализма. Вот именно что можно сделать в рамках капитализма, говорит Сталин. И далее. Следующий период. В период Первой мировой войны, когда длительная война между двумя империалистическими коалициями подорвала могущество мирового империализма, когда кризис мировой системы капитализма дошел до крайней степени, партия считала, что свержение власти капитала и организация диктатуры пролетариата, изгнание империалистических войск из пределов колониальных и зависимых стран и обеспечение для этих стран право на отделение и организацию своих национальных государств, ликвидация национальной вражды и национализма и укрепление интернациональной связи между народами, организация единого социалистического народного хозяйства и налаживание на этой почве братского сотрудничества народов является лучшим решением национально-колониального вопроса в данных условиях. То есть национальный вопрос неразрывно связан и зависит от решения вопроса классовой борьбы, то есть ликвидации эксплуататорских классов. Вот так надо понимать решение этого вопроса. И далее говорит Сталин, что следует отметить, что наша страна оказалась пока что единственной страной, готовой свергнуть капитализм. И она действительно свергла капитализм, организовала диктатуру пролетариата. Ну, на то время, в 29-м год прошлого века, так оно и было, что была единственной страной, которая смогла свергнуть капитализм. И покончив с властью буржуазии, которая давно уже отказалась от своих старых демократических традиций, мы мимоходом разрешили задачу полной демократизации страны, ликвидировали систему национального гнета и провели равноправие в нашей стране. То есть с победой революции, социалистической революции, было конституционно закреплено и равноправие нации. Поэтому Сталин говорит, что уничтожение национального гнета привело к национальному возрождению ранее угнетенных наций нашей страны, к росту их национальной культуры, к укреплению дружеских интернациональных связей между народами нашей страны и налаживанию сотрудничества между ними в деле социалистического строительства. Нужно помнить, что эти возрожденные нации являются уже не старыми буржуазными нациями, руководимыми буржуазией, а новыми социалистическими нациями, возникшими на разваленных старых наций и руководимыми интернационалистической партией трудящихся масс. Это означает, говорит Сталин, что партия поддерживает и будет поддерживать развитие и расцвет национальных культур народов нашей страны, что она будет поощрять дело укрепления наших новых социалистических наций, что она берет это дело под свою защиту и покровительство против всех и всяких анти-ленинских элементов. Вот на этом я бы хотел и закончить рассмотрение этой работы, на этой мысли. Пожалуйста, какие вопросы возникли? У меня очень сложный вопрос. Есть ли по-краски? Сложный вопрос. Давай, сложный. Ну, смотрите, мы не первый год изучаем марксизм в данной кружке. В принципе, кто его изучает, всем описано в данной работе, в принципе, все очевидно. Мы разобрали с самым работой национальный вопрос, и все, в принципе, вечно понятно. Но, тем не менее, что мы не сказали в самом начале работы, что эта брошюра является ответом. Да, ответом на тех, кто сомневается. И мне кажется, что и до сих пор еще сомневаются, что именно так должен решаться национальный вопрос, что его можно решить только через социалистическую революцию и диктатуру пролетариата, от которой почему-то некоторые шарахаются. А как? Сейчас, ладно, понятно, у нас чуть-чуть другая ситуация в стране. Да, все, мы опять вернулись к ленинизму. Да, но это 29-й год, советская власть уже больше 10 лет, и как бы больше государства, вместо того, чтобы заниматься прямыми обязанностями, грубо говоря, отвечает на глупый вопрос. Кто-то решит доработать творчески, как у нас любят говорить, творчески доработать ленинизм, и выбрать туда новый пункт. Вот на эти попытки он и отвечал за это. Да, он как раз их, собственно, к очевидным ответам приводит, что, ребята, вы разберитесь с этим вопросом. Поизучайте немножко марксизм. Да, поизучайте, а потом глупые вопросы задавайте. Также у нас, по-моему, в кружке, вот когда в сетях тоже возникают такие же вопросы, и когда особенно сейчас связано с решением всяких денацификации вопросов Украины, то возникает вопрос, почему-то к личностям стараются обращаться, а не к решению борьбы между классами. Это решающий фактор в развитии человечества. Именно борьба между классами, а не личности решают проблемы, в том числе и национальные. В этой же работе разбирается про украинскую нацию вопрос. Он стоял и не тогда еще. Он стоял почти 100 лет назад. Да, как говорит Сталин, с возникновением капитализма возник и национальный вопрос. И не зря он уже и в 2013 году начал с этим вопросом. И после установления советской власти все равно стал рассматривать почему-то этот вопрос. А почему? Потому что не всем все ясно, как решается национальный вопрос. Вот, мы подошли как раз к моему вопросу. У нас на кушке понятно, люди только пришли, только начинают стучать. Да, поэтому для них это полезно. А тут, извините, члены партии, хотя вроде бы Товарищ Ленин говорил, что людей, которые там не знают основ, их не видят за интересами, классовые интересы, их даже на собрание пускать нельзя. Не то, что задавать лидеру государства такие грубые вопросы. Стыдно, пускать стыдно он сказал. А тут действие советской власти, как прошло, все-таки уже глупые вопросы. Или это все-таки не глупые вопросы, это тот самый лидеризм. У нас сейчас тут тоже встал вопрос, кто виноват. Сейчас же все утверждают, что вся Украина виновата в том, что вдруг надо воевать против нее. Некоторые заявляют. А вопрос-то тут опять же надо рассматривать с классовых позиций. Это опять же буржуазия нас довела до такого состояния, что народ вынужден сопротивляться тому же нацизму. Почему возникли Донецкие республики? Потому что народ не захотел трудящийся, как украинцы, или кто там говорит, преднебрежительно о них, шахтеры и трактористы, вдруг почему-то не захотели жить под гнетом националистов. Решили выйти из такой, как бы, из такого государства, как Украина, в котором правят нацисты. Вот ведь в чем проблема-то. Оказывается, опять же, решение классового вопроса, прежде всего, нужно рассматривать, а он как бы давлеет над всеми другими, в том числе и национальными вопросами. Ну, этот вопрос, ладно, давайте оставим, пусть слушатели почитают, что там есть. Да, лучше, конечно, я бы рекомендовал им полностью эту работу прочитать, потому что это только часть, наиболее важные, как бы, вопросы, которые рассматривал Сталин. Примерно где-то, даже меньше половины этой работы я озвучил сегодня. Я бы хотел добавить к первому вопросу, второй пункт рассмотреть. Если уж развивать ленинизм, когда-то дальше, то, собственно, когда писалась работа, тогда люди скорее думали о том, что все нации на планеты, те объединятся. Но прошло, он был почти уже сто лет, скоро. И, в принципе, наши современные фантазицы думают как раз о том, что человечество переросло в свою колыбель, выйдет за границы планеты и Земля, и выйдет в космос. И не получится ли у нас строить быть электричественное? То есть сначала люди разближались в разные концы Земли, и они стали разные языки, потому что они разъединились. Потом они объединились, все эти языки, то есть как раз на чем заканчивая товарищ Сталин. Для того, чтобы решить, как ты говоришь, такой глобальный вопрос, как выйти за пределы Земли и силовещества, силовещество должно сначала объединиться. А раз объединиться, значит нужно ликвидировать классы. А как можно ликвидировать классы? Только путем социалистической революции и на переходный период до отсутствия классов установления диктатуры самого заинтересованного в бесклассовом обществе пролетариата. Другого выхода пока наука не видит. Так о чем-то Рештайлин говорит. Об этом он и говорит. И не только он говорит. И все настоящие марксисты так говорят. Много наций сольются в одну. Да, да, да. Общую, интернациональную. Вот это очень важно. Но обогатят очень сильно. Конечно, и тогда появится возможность решать глобальные вопросы. А когда существует империализм, который угнетает нации, который, допустим, золотой миллиард живет за счет шести миллиардов находящихся в Азии, в Африке и в Латинской Америке за счет их ограбления, в каких глобальных вопросах объединения можно говорить, когда идет сплошное угнетение? Это мой телефон. Ладно, пусть. Страшно. Послушаем. Нет, я потому что, получается, мы как раз имеем количественный переход. Много наций. Переходят в одну общую. Допустим, тот же Советский Союз. Он был у нас. Он переходил в новую Советскую нацию. То есть нацию, управляющую новым качеством. То есть качественный скачок от одного количества, ну, от многого количества к новому качеству. Так наше качество, потом, если мы, нации наши, выйдут за пределы Земли, опять же, фантастики это рассматривается, когда расселились по разным планетам. На разных планетах все живут по-своему. Разный климат, разные условия, соответственно, чуть-чуть меняется разница языка, культуры, и опять получается обогащение на новом качестве. Ну так почему ты видел? Я так и не понял. Что ты хочешь уговорить? Я потому, что если развивать вопрос по нациям, то надо развивать гораздо дальше, и нам есть, куда его развивать. Да. Будет ли выход человечества, допустим, на соседнюю планету Марс, и... Да не будет. Даст новую нацию, или не даст? Не будет пока человечества, пока существует капитализм, то есть пока существуют эксплуатируемые эксплуататоры. Такого не случится. Я во всяком случае считаю. А будут эксплуататоры, да, мы из земли-то никуда не улетим. Мы можем построить... Построим справедливое общество, там, возможно, придется эту проблему решать. Но эта проблема непростая, и времени потребуется не одно столетие, чтобы решить эту проблему. в этой работе взглянул вперед. Он не призывает. Он в космос пока не призывает. Сам в конце он же пишет, такое мое мнение на взгляд на будущее. Да, да, так он пишет. Если мы хотим развивать, может, то встали тоже немножко в будущее. Конечно, да.